О чем я хотел рассказать? Мы вообще боимся говорить о деньгах. В российской культуре, в личной жизни, в профессиональной, в деловых вопросах, вопрос, а сколько вы стоите, ребята, давайте повысим цены в два раза, а давайте пересмотрим условия контракта, это как-то не принято. И особенно эта проблема серьезна и болезненна для таких людей, как мы с вами, для бизнесменов, выросших из инженеров, из разработчиков. Но нас этому никогда не учили. Я сам такой же. Я по образованию программист, я много лет этим занимался, руководил программистами, и поэтому на мне так же висел, на нашей компании так же висел этот вал невыгодных контрактов, которые как-то рука не поднимается пересмотреть. Ну как ты своему клиенту позвонишь и скажешь, дорогой, а вот давай завтра по такой цене? Он же обидится. И я долго над этим думал, такой внутренний процесс, мне кажется, я решил эту проблему, я вам хочу проиллюстрировать, как эта проблема была решена. В течение пяти последних лет мы работали на такого заказчика, как один из битрикс. Мы делаем видео, презентации, экзаменационные задания, олимпиады, в общем, довольно много разных работ. И все эти пять лет у нас была одна и та же цена. Как же? Это же любимый дорогой битрикс. Как можно повысить битриксу цены? И в прошлом году мы как-то подумали, а что это мы? И мы подняли битриксу цены сразу в два раза. Вот по той процедуре, которую я сейчас расскажу. Только Рыжикову не говорите, они согласовали за четыре дня. И мне кажется, это правда работает. Вот откуда вообще наш страх? Страх, конечно, от того, что мы не бизнесмены. Нас никто не учил вести переговоры. Мы плохо вообще владеем этим навыком. Хотя есть множество школ, есть тренинги, есть управленческие поединки, но, по моим наблюдениям, мало кто этим занимается. На самом деле мы очень плохо понимаем психологию своего клиента. Вот наш клиент, с которым мы работаем, с которым мы разговариваем про код, про маркетинг, про отгрузки, про часы, мы хорошо понимаем, что он о нас думает. Насколько я понимаю, единицы компаний проводят опросы удовлетворенности. Директор звонит, у меня была такая мода, я в течение двух лет раз в неделю звонил наугад выбранному клиенту и слушал, что он про нас думает. Очень познавательно. Мы это, правда, не владеем. И на самом деле еще очень слабое место, на мой взгляд. Мы очень плохо себе представляем свою конкуренцию. Вот с кем вас реально будут сравнивать, если что? А что реально могут ваши конкуренты? Вот зайдите на сайт компании, который вам нравится, почитайте то, что у него на сайте написано, а потом пригласите директора на пиво, если есть такая возможность. И спросите, ну как там? Вот там на самом деле не так, как на сайте. И клиент часто это знает. Поэтому вот эти все проблемы приводят нас к неумению, неумению разговаривать с людьми о честных и правильных ценах. И это проблема. Я хочу сказать, что не все на нашем рынке считают это проблемой. Есть многие известные люди, которые считают, что вообще проблемы нет. Надо просто раз в полгода просто повышать цены, вот так зажмуриться и повышать. Или говорить, вы знаете, у нас очередь, нам не выгодно с вами работать, мы пересматриваем контракты. До свидания. Вот эта позиция мне хорошо известна, я много раз ее слышал. Мне кажется, так нельзя, так не получается. Да, у тебя очередь, да, ты не понимаешь, почему ты новым клиентам продаешь по цене X, а старые у тебя в это время сидят по цене X делить на 3. Но просто взять и сказать клиенту, с которым у тебя сложились многолетние хорошие отношения, сказать ему, цена будет другой. Ну, это должен быть какой-то удивительный клиент, который скажет, а, ладно, это значит, что вы должны себе вырвать еще клок волос и сказать, почему я не сделал этого год назад. Обычно это проблема. Клиент не будет счастлив, что вы повысите ему цену. Поэтому вот об этом надо реально думать, и это реально вопрос серьезный. Зачем вообще повышать цены? Есть довольно много компаний, которые считают, что, ну, нормально, год назад так было, два года назад так было, инфляция вроде терпимая, и так дорого. Какие я вижу ответы на этот вопрос? Ну, во-первых, стоимость жизни и стоимость содержания таких коллективов, как наши, на самом деле растет. Растут средние зарплаты, растет стоимость софта. Все купили Adobe по удвоенной ставке, да, с нового года. Увеличивается стоимость большинства инструментов и так далее. Второе, совершенно необходимо развивать компанию. Как советовал Александр в ширь или по горизонтали, или по вертикали, как вы выберете. Не принципиально. Но вам на развитие, на освоение новых технологий, ну, просто нужны эти самые деньги. Поэтому, на мой взгляд, в нашем бизнесе есть всего два пути. Или вниз, или вверх. Если вы выбираете путь горизонтали, то, скорее всего, вы выбрали путь вниз. Поэтому, на мой взгляд, повышение цены этой необходимости. Я, собственно, хотел бы рассказать, как это делать. Вот чисто технически, потому что для меня это был вопрос. Было понятно, что делать это надо, но было несколько непонятно, а как я это буду делать практически. Вот, подготовили список, что будем с ним делать, этим списком. Ну, во-первых, чтобы что-то повысить, надо это измерить. Я хотел бы, чтобы каждый из вас задал себе вопрос. А вы точно знаете прибыльность по каждому вашему проекту? Вы точно знаете эффективную ставку часов, по которой работает ваша компания, в различных проектах, и можете их сравнивать? Я предполагаю, что нет. Ну, на самом деле, это ничего сверхъестественного. Да, это Excel, здравый смысл, умение быстро собирать первичную информацию, вроде выработок, записи часов, закрытий по актам, авансов и так далее. Но вот такой расчет надо делать. Я по просьбе организаторов подготовил простую, не божье откровение, экономическую модель студии, которая позволяет посчитать вашу точку безубыточности, какая должна быть ставка часа вашей компании. И аналогичная модель, которая позволяет оценить, а как вы реально работаете в каждом проекте, и какую сверхприбыль, либо недоприбыль вы получаете. Вот по QR-ссылке вы можете эту информацию получить. Следующий вопрос, когда вы поняли, что да, черт побери, мы работаем экстремально дешево, или нет, вот с этими все прекрасно, а вот тут прям беда-беда. Нужно понять, как вы будете выполнять эту процедуру, с кого мы начнем. Ну, тут нам на помощь приходит древний, хорошо известный из классического офлайнового бизнеса услуг или продуктов метод ABC анализа клиентов. Совершенно простая и эффективная модель, при которой вы делите всех своих клиентов активных, с кем вы работаете сейчас, на три группы. Клиенты группы А или А, это золотые клиенты, которые приносят вам максимум обороты или прибыли, что вы умеете считать, да, не всегда можно посчитать прибыль при минимальном количестве проблем. И их, если и трогать, то в последнюю очередь. Клиенты группы Б, это те, кому цены по-хорошему повысить необходимо, и вы за них держитесь. И клиенты группы С, это те клиенты, которые, ну, в каком-то смысле мусорные. То есть им цены повышать совершенно необходимо, потому что с ними невыгодно работать. Может быть, они тратят слишком много времени, может быть, они задают слишком много вопросов, может быть, они проблемные и платят по шесть месяцев от срочки. Любые могут быть причины. Но вы не очень ими дорожите. И вот такой вот ABC-анализ тоже довольно простая вещь. Вот по ссылке можете посмотреть, как это делается. С помощью вечно зеленого Excel все получится. Что я, собственно, рекомендую? Начинать надо ни в коем случае не с такого глупого шага, как написать всем спам-письмо. Уважаемые друзья, мы на сайте обновили цены, подпишитесь в доп. соглашении. Я знаю людей, которые делают примерно такое, ну и как минимум они погружаются в череду такой вот с каждым надо поговорить, кто-то отказывается, ты попадаешь в такую турбулентность в производственном графике, поэтому мы в своей практике делаем это в режиме максимум один разговор в неделю с клиентами на эту тему. Ну, это просто потому, чтобы не превращать свою жизнь в непрерывные беседы по этому поводу. Следующий очень важный момент. Если вы хотите клиента убедить, а вы должны его убедить, если мы рассматриваем сценарий разговора не через колено, у меня такие цены, вот телефон конкурента, то надо сначала поверить в это самому. Вы должны убедить себя, что ваша действительная настоящая стоимость услуг должна быть вот какой-то другой, не такой, как сегодня. А для этого вам опять-таки нужно будет разобраться в себе, в своей компании. Сколько у нас стоит час? Как мы выглядим на фоне конкурентов? А мы точно круче конкурентов? Или конкуренты круче нас? Этой информации на рынке не очень много, и ее надо еще потратить силы и пособирать. Кроме того, надо пособирать информацию конкретно по этому клиенту. А вот вы косячили последние полгода или не косячили? Если косячили, ну, тоже там есть специфическая процедура, надо закрыть дверь. То есть за косяками закрывается дверь, извиняемся, компенсируем, дарим какой-то объем работ, говорим до свидания, значит, косяки, здравствуй, светлое будущее. А теперь мы повышаем цены. Вот эту подготовку необходимо провести, потому что если вы свои мозги не приведете в порядок, напишете письмо и приедете на встречу, даже без блокнота, то любой маломальски подготовленный собеседник, он вас порвет. Потому что люди, особенно если это будет не IT-директор и не просто маркетолог, ну, а человек в рамке начальника отдела закупок или продаж крупной торговой организации, ну, вот вы программистом управляете, а он торгуется. Это его профессиональный навык. Есть специальные тренинги, как продавить поставщика в 16 раз вниз. Это тренинги, это профессия. И он будет вас ломать, потому что, ну, знаете, да, такой цирк бывает, приходишь на переговоры, там с маркетологами поговорил, с айтишниками поговорил, они говорят, да, решение принимает исполнительный директор. Ты приходишь, там такой дядя, значит, 52 лет с бородой, которые там, людей, которые значительно круче вас, ломал на этих самых ценовых переговорах. Вот эта самоподготовка – вещь совершенно необходимая. Поэтому приведите свои мозги в порядок и напишите клиенту письмо. Обычное человеческое письмо, ну, на фирменном бланке, с подписью, с изложением фактов. Здравствуйте, мы с вами работаем вот так-то, успехи такие-то, отзывы ваших сотрудников о нас вот такие, в связи с такими-то обстоятельствами мы повышаем цены до такой величины через два месяца. Ну, будьте вежливы, не делайте это завтра, да, через два месяца. Он скажет, черт побери, через два мне тяжело, давай через четыре. Ты говоришь, давай через четыре. Но мы повысим свои цены, донатаны нами величины. Вот по следующей QR-ссылке есть шаблон письма, которое можно написать заказчику. Опять-таки, ничего сверхъестественного, но это последовательность изложения ваших мыслей, которая вам поможет. И следующая важнейшая вещь. После того, как вы напишете такое письмо, с огромной вероятностью вас позовут поговорить. И клиент будет с вами разговаривать. Это может быть кто угодно по должности. Но вы просто должны, понимая, что вы изначально в более слабой позиции, он заказчик, вы подрядчик, он, как правило, старше и богаче, и вы будете с ним сейчас это все обсуждать. Вы в разных рисовых категориях, вы должны подготовиться. Я это называю опорный конспект. Ты должен взять и выписать, а что про тебя думает этот клиент. Я, кстати, знаю, что он про вас думает. Во-первых, он думает, что вы зажрались. Потому что в стране, как известно, кризис, и лучше не становится, не сильно становится. Доллар то растет, то падает, это и то, и другая плохая новость. Он считает, что качество ваших услуг не очень высоко, и в общем вы его не увеличили. А еще он считает, что такие, как вы, миллионы. Ну, в общем, это где-то правда. 17 тысяч партнеров, партнеров сети Битрикса. И клиент точно все это думает. И, скорее всего, если он не дурак, он уже видел некие альтернативные варианты для вас. У нас в некоторых проектах с нами работает параллельно второй подрядчик. Это называется на то и щука, чтобы корейс не дремал. То есть он ни черта не делает хорошего, но он есть. И он в проекте. Вот надо очень хорошо понимать эту психологию, если вы хотите человека в чем-то убеждать. Вот такой опорный конспект, что я говорю вот на этот тезис. Подготовить нужно, ну и если вы не очень себя уверенно чувствуете, то даже провести такой спарринг-тренировку. Я буду заказчик, ты будешь исполнитель, ну давай, мы обсудим этот вопрос. Это очень хорошо позволяет вам успокоиться и не разговаривать об этом в стрессовом режиме. Опять-таки, пример опорного конспекта. Четыре пункта тезиса заказчика, пять пунктов тезиса наши. Они практически универсальны, только насытите их вашими фактами. Это хорошая тема. А потом идите разговаривать. И вот на этом разговоре на самом деле проявляется ваш уровень, ваш скилл, ваш навык переговорщика. Есть два сценария ведения такого разговора. Вы можете сказать, там, Иван Иванович, Добрый день, письмо читали, цена возрастает в два раза с такого-то момента. Что вы думаете по этому поводу? И, значит, Иван Иванович брыжа слюной или просто спокойно говоря объясняет вам, что он думает по этому поводу. Еще раз говорю, он ничего хорошего не думает. Даже если он внутренне согласен, такое бывает, он согласен, что можно бы и повысить. Два года не повышали, пять лет не повышали. Но счастлив он точно не будет. Есть второй сценарий. Вы ему говорите, Иван Иванович, очень позитивно говорите, я люблю вас, уважаю как бизнесмена, я знаю, как вы работаете. Давайте сэкономим время. Я знаю, что вы о нас думаете. Вот вы наверняка думаете, что мы зажрались. И вы считаете, что ваш рынок не растет, а почему наш должен расти? Вы ему даете нормальный ответ. При этом вы не хамите ни в коем случае, вы ему объясняете. Если куража хватает и отношения позволяют, сделайте это, его отпустят. Он к концу разговора будет хихикать и покинет вам пару новых тезисов. Но в любом случае, вот это бой. Я не имею в виду агрессию, но мне очень нравится шутка, вернее такая, мудрость, которую говорят тренеры по боксу, что бойцы растут только во время поединков, не во время тренировок. Вот это такой бой, который я желаю вам выиграть. И в заключение я хотел рассказать небольшую историю. Я недавно разговаривал с одним американцем, и я ему пожаловался, что мы вот в России такие гениальные программисты, все у нас хорошо, мозги, квалификация, опыт, и умные мы, и английские немножко знаем, но очень сложно конкурировать с индусами. Он говорит, а в чем проблема, собственно? Он говорит, я ему отвечаю, что индусы 10-15 долларов в час, а мы хотим больше. Он говорит, а сколько вы хотите? Ну, 40, а лучше 60, а может быть 100. И он мне сказал совершенно банальную вещь, и даже как-то теперь странно ее повторять, но на меня она оказала воздействие. Он говорит, понимаете, вот на американском рынке мы платим очень разные услуги по часовому режиме, и в принципе говорит, что 60, что там 100 долларов в час, они не являются никакой проблемой, если вы умеете работать и умеете обосновывать свою ценность. Вот мне кажется, что работать-то мы уже все научились. Обосновывать свою ценность нам предстоит учиться, и если все повысят цены и все научатся обосновывать свою ценность, наш с вами рынок точно станет цивилизованнее и лучше. Спасибо. Спасибо.